На днях я дочитал книгу Роберта Киасаки «Богатый папа, бедный папа». Книга прежде всего о том, как стать богатым. Очень большое внимание уделено тому, почему все-таки люди не богатеют. Первый раз об этой книге и вообще о Роберте Киасаки я узнал лет 10 назад, когда одному своему знакомому рассказал схему, которую я проворачиваю с земельными участками. И он предположил, что я действую по тому же самому алгоритму, что и описан в книге. Но я об этой книге ничего не знал, поэтому мне было интересно, и я начал ее читать. Но споткнувшись об определении активов, пассивов, несмотря на то, что я бухгалтер, я эту книгу забросил, пришел к ней только сейчас. Киасаки строит свою теорию обогащения на постижении основ финансовой грамотности. А сама финансовая грамотность и ее основы сложно вписываются в тот потребляцкий образ жизни, который последние 10-20 лет нам диктует бизнес маркетологи не только в России, но и по всему миру. Чтобы понять, насколько ты богат или не богат, нужно прекратить работать на основной работе и просто побыть без работы и понять, сможешь ли ты просто жить без работы. Есть ли у тебя какие-то источники дохода, которые смогут обеспечить твою жизнедеятельность. И получается по книге проще стать богатым одиночкой, нежели богатым семьянином, потому что выстроить какие-то правила для себя всегда проще, чем выстроить эти же правила для своей семьи, где у тебя есть супруга, где у тебя есть родители, где у тебя есть дети. И чем больше твое семейное окружение, тем сложнее выстраивать правила, по которым нужно жить. И сложнее диктовать эти правила. Ввиду накопленных пассивов, которые гонят человека изо дня в день на работу, обычный человек оказывается в так называемой яме, которую он сам для себя и выкопал. Все, что мы привыкли воспринимать как блага, квартира с дорогим ремонтом, это дорогая машина или несколько автомобилей в семье, это современная одежда, это новый смартфон и прочие излишества, излишества, а также предметы роскоши, кольца, серьги, макияж дорогой. Все это так называемый пассив, который из человека сосет деньги. Человек просто все, что зарабатывает, он тратит на вот этот образ жизни. Все вот эти вот дела, они не являются жизнью необходимым, они кабалят человека и закапывают в финансовую яму. Со временем у некоторых людей может даже появиться психологическая неприязнь вот к этим предметам излишества, предметам роскоши. Но единственным выходом из этой ямы может быть только прекращение вот этого самозакапывания в эту яму, то есть погружение во все новые и новые обязательства, которые человек, получается, не может выполнить. Даже если у человека есть хорошая стабильная работа, но нет основы финансовой грамотности, о которых написано в книге, у человека нет возможности выйти из вот этого порочного круга. Зарабатывание, потребление, зарабатывание, потребление. Финансовые способности, они не появляются из ниоткуда. Их тоже нужно получать. Нужно получать дополнительное образование. Можно даже говорить о самообразовании. Но для этого нужно приложить все-таки какие-то усилия. К сожалению, подавляющее большинство людей считает, что если получены какие-то основы образования, школа, техникум, институт, то норма, ну какая-то норма в образовании уже считается выполненной. Но это не так. Образовываться и самообразовываться нужно практически всю жизнь. В жизни профессиональный успех не всегда зависит от академического успеха. И вот спустя 20 лет достаточно посмотреть на своих одноклассников, кто кем стал, и понять это. То есть не все отличники стали супер богатыми людьми, и не все двоечники скатились по наклонной. Жизнь усреднила отличников и двоечников. К процессу получения, обработки, накопления информации, которая потом сможет сформировать и ваши доходы, по теории Роберта Киасаки, нужно стремиться всю жизнь. С процессом познания связаны не только доходы, но и жизненный путь человека. Как только человек перестает искать что-то новое и заглядывать внутрь себя, он становится невежественным. Быть высокообразованным и квалифицированным оказывается не всегда хорошо, как может показаться. Чем более узкоспециализированным становится человек с годами, тем он больше зависит от своей специализации. Соответственно, у него сужаются возможности для поиска каких-то дополнительных источников дохода. Человек перестает адаптироваться под изменяющиеся правила игры. И управление финансами – это в какой-то мере и есть игра, но не лотерея, потому что в лотерее вы вкладываете деньги в какое-то сомнительное предприятие и молитесь в ожидании какого-то результата. Управление финансами – это все-таки четкие правила. Но дело в том, что мы живем в России, и в России управление финансами – это чаще всего лотерея, особенно после того, что у нас произошло в феврале 2022 года. Очень часто люди, увидев какую-то рекламу, какого-то супермероприятия, думают, что им в руки попался лотерейный билет, и они вот все, что у них было накоплено, они вкладывают вот в это именно мероприятие или какие-то дела, и думают, что вот, жизнь прошла не напрасно. Но у Роберта Киосаки есть очень интересное сравнение вот этого вот запрыгивания в последний вагон уходящего поезда. Оно связано с серфингом, не свойственным для России. Но если ты пытаешься оседлать уходящую волну, то, скорее всего, ты упадешь с доски и захлебнешься под этой волной. То есть не нужно прыгать на подножку уходящего поезда и не нужно ввязываться в то, что широко рекламируется. Это опасное дело. С Робертом Киосаки я, наверное, не согласился бы только с одной теорией обладания собственным домом. В США и в России понимание собственного дома несколько разное. У нас это какой-то уют, это какое-то гнездышко. Разбить садик, чтобы росли яблоки, груши, вишня. Это дети, это газон, это мангал. А в США дом это прежде всего признак какого-то достатка и статусности. Но не нужно забывать, что в любом случае, но в США особенно и в Европе, большой дом, даже маленький дом, это многолетняя кабала. У нас немножко с этим пока попроще. Киосаки против того, чтобы обладать вот этими вот пассивами, такими как дом, потому что он связан либо с ипотекой, либо с расходами, с эксплуатацией. Дорогая машина, которая связана со страховками и также дорогой эксплуатацией. Если она куплена в кредит, то с обслуживанием кредита. Но если не стремиться к улучшению своего качества жизни, то зачем тогда вообще жить? Да, кто-то скажет, мне не нужна машина, я живу ради путешествий. Пожалуйста. Кто-то хочет передвигаться с комфортом и не пребывать и в общественном транспорте, где массовое скопление людей. Кто-то хочет быть индивидуалистом, кто-то хочет путешествовать вместе с другими людьми. Это выбор каждого человека. Конечно, деньги должны делать другие деньги. Но если жить только ради денег, это просто путь в никуда. Если половину жизни посвятить только обогащению, то можно пропустить что-то интересное. Рекомендую прочитать книгу Киосаки, хотя бы для того, чтобы понимать, где мы проигрываем. Не просто мы как человек, а мы как нация. У нас нация финансово безграмотных людей. И все, что происходит сейчас, это волна, которая уже уходит, а мы пытаемся на нее запрыгнуть и что-то с нее получить. Да, кто-то снимет сливки, а кто-то потеряет все и снова начнет все с нуля. Поэтому, чтобы такого не произошло, читайте книги и обогащайтесь.